Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами Акомарачи на связи и сегодня я вам хочу показать как ловить тарань на Украине. Вы хотите пофармить допустим на квестах и у вас тарань постоянная, вы не знаете где ее ловить. Сейчас я покажу, конечно перебивает рыба вот такая как крупный карась золотой, может перебивать другая рыба. Ловлю я на махе, сразу же на базе вот здесь с мостика. На махе самые стоковые, сейчас я вам покажу сборку. Можно купить покруче какие-то, но я считаю что и такие махи, глядите как вообще клюют караси один за одним. Очень хорошо думаю на махе, глубина 2 метра, от 2 до 0,5 ставите и отлично заходит таранька. Кстати таранька зачетная тоже часто заходит, вот это вот зачет. Смотрите крупная тарань, я ее оставляю, я ее не продаю. И ловлю я еще, заметьте, без прикормки ловлю на опарыша. Смотрите какой клев, ребята. Ой, так, нет, это осечка была. Но смотрите, уже крайние 2 удочки уже клюнули. То есть замечательно. Мелочевка тоже бывает клевает, но по квесту, к примеру, я буду сдавать, вот смотрите, все. Все, забираем, потому что, так, а что оно? А, от 260, все понятно, почему не зашло. Я буду отдавать незачетную тараньку в квест, потому что зачетную я как бы хочу продать. И вот так вот мы здесь ловим, выполняем квестики. Можно сидеть так весь день ловить, тем более, если здесь так хорошо клюют золотые караси, можно очень хорошо пофармить на них деньги. Потому что карась золотой очень хорошо стоит. Особенно зачетный. Я уже неоднократно показывал видео по фарму, получается, карасей. Еще и крупный вьюн клюет. Ну, прям вообще, знаете, все, все то, что нам нужно, что нам необходимо. Вьюны, караси, вся наша любимая рыба и тарань. Кстати, я не знаю, сколько стоит зачетная тарань, поэтому мы пойдем посмотрим. Гляньте, гляньте, один за одним золотые караси. Охренеть. Я, наверное, здесь пофармлю, останусь на этом месте, потому что... 200... А, чуть-чуть не хватает. Потому что такого клюва золотых карасей, косарей, я не видел еще нигде. Это прям вообще кайф. Мне прям нравится. Окунь, отлично. А если еще прикормки закинуть, мне кажется, вообще будет это что-то с чем-то. Будет какая-то бомба. Еще раз напоминаю, глубина 2 метра. 2, 2,05. Вот так вот в этом диапазоне можете поставить. И свободно ловить на махе. Махе самые стоковые, самые обычные, что ли, на есть. Это у нас таранька не засчитается. Давайте покажу вам сборку. Обычная маховая удочка фронтера. 3 кг. Баланс. Поводок 1,5. Крошечный крючок. Опарыш маленький. Можно поставить крючок побольше. Я думаю, тогда рыба будет клевать крупнее. Но будет клевать реже. Я думаю, вы тогда сразу, если крючок единичку поставите, вы отсеете, получается, вьюнов вот всяких вот таких вот мелкую тараньку отсеете. И будет клевать рыба исключительно крупная. Думаю, и караси будут покрупнее, естественно, ловиться. Поэтому можно поэкспериментировать, поставить поменьше крючок. Но это уже смотрите сами. То есть от ваших предпочтений. Я поставил... А, вот и окуни тоже будут крупнее клевать. Я поставил 0, потому что думал, таранька будет маленькая клевать. Думаю, 0 как раз туда, в ту степь. Ну, видите, на полкило клюет. Поэтому можно и с нулем посидеть. А квесты очень часто на эту тарань. Как не приду, постоянно вот здесь вот тарань есть на денежку. Тарань есть. Вот как не обновишься, тарань есть. Или здесь тоже таранька. Вот тут таранька есть. И думаешь, блин, но я думаю, какие-то люди есть, которые именно делают эти квесты, ловят. И, возможно, кто-то не знает. Поэтому вот вам место, где можно половить тарань. Вот зачетная тарань, да? А ну почти. Ну, эту... Ладно, отдадим в квест. Я считаю, это великолепное место. Вот, дорогие друзья, я выполнил, получается, квест. Смотрите, 28 монет отсыпали. И вот эта вся рыба, которую мы смогли наловить за это время выполнения квеста. Давайте сейчас мы ее продадим и посмотрим, сколько у нас вообще вышло. Не напрягаясь, вот мы пришли, сели, половили тарань. 32 монеты. Смотрите, гляньте, карась. Он как из инкубатора, весь практически одинаковый по цене. Ну, естественно, и по размеру. 32 и 28 полтинник. Ну, 60. 60 монет. Я считаю, это вообще очень круто. Тем более, что мы можем зайти вот так. А, ну, пока что время. Но обождать время немножечко. Тоже посидеть, половить этих же шкарасей. Потом опять взять тарань. И опять сидеть, ловить. И так зарабатывать деньги. Поэтому, кто занимается, кто сидит на вот этих квестиках, кто ловит, вот вам хорошее место. Опять покажу сборку. Все стандартно, ничего без излишеств. Единственное, наверное, советую крюк поставить единичку. Опарыш закидываем и ловим. Глубина 2 метра, 2,05. Вот так. Всем огромное спасибо, кто со мной был. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать интересные познавательные видео. И оставляйте свои комментарии. Ну, лайки, естественно, тоже не забывайте. Всем до скорых встреч.